В семье счастливая случайность и молниеносная реакция лейтенанта национальной гвардии помогли спасти жизнь человеку. Во время проверки боевой службы на территории 11 колонии, заместитель командира роты Айбек Исаев, услышав крики о помощи, немедленно кинулся на голос. На реке он заметил провалившегося под лед пожилого мужчину. Вызвав спасателей, лейтенант сбросил себя в верхнюю одежду и кинулся спасать рыбака. Чтобы вытащить пострадавшего на берег, Айбек приложил немало усилий и сноровки. Спустя некоторое время на место прибыли спасатели. В медицинской помощи ни рыбак, ни сам военнослужащий не нуждались. Получается, я до него добежал, полметра, как я касался, я сам до пояса провалился. То, что у меня в руках была палочка, не знаю даже, не помню, честно не помню, как я оттуда сам вышел. Как с собой лез, собрал свои мысли и дальше действовал, как бы помочь с расстояния, с помощью этой палочки, получается. Вытащили одну ногу, потом вторую ногу. Прокуратура Западоказахстанской области через суд добилась закрытия шести интернет-казино. Несмотря на законодательный проект, интернет-казино в стране на сайтах в онлайн-режиме можно было сыграть в более чем трех десятках азартных игр. Такие как рулетка, автоматы, покер и слоты. Сейчас эти онлайн-заведения заблокированы. В 2018 году совместными усилиями органов прокуратуры и государственных доходов пресечена незаконная деятельность девяти игорных заведений, которые были незаконно организованы на территории города Уральск и города Ахсай. Виновные пять лиц привлечены к уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса. А также в доход государства конфискованы 44 компьютерные техники и 800 тысяч тенге. Пистолет-зажигалка стал предполагаемым вещественным доказательством в деле по разбойному нападению на сельский магазин. 28-летний сельчанин, вооружившись бутафорским оружием, ворвался в одну из торговых лавок города Ушарал Алакольского района и забрал из кассы всю наличность. Сумма в 30 тысяч тенге стала путевкой в изолятор временного содержания для незадачливого разбойника. Полицейские нашли его спустя три часа, обнаружив при нем и фальшивый пистолет, и 25 тысяч тенге. Сейчас по факту разбойного нападения возбуждено уголовное производство, расследование которого поручено полицейским Алакольского района, отметили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. В семье был отцеплен район из-за подозрения на заложенную в одном из торговых домов взрывчатку. 31 марта около 18 часов на канал 102 неизвестная женщина сообщила о том, что возле главного входа торгового центра лежит бесхозный пакет. Следственная оперативная группа, перекрыв дорогу и выпустив всех людей из торгового дома, проверила содержимое пакета на наличие взрывоопасных веществ. Однако ничего подозрительного в пакете найдено не было. После проверки данного пакета ничего подозрительного не было обнаружено. В связи с неподтверждением информации, личному составу, задействованному по мероприятиям, был дан отбой.